здравствуй зритель у меня депрессия часто говорят люди когда у них просто плохое настроение этот медицинский термин не всегда употребляется корректно сказать так значит признать свое тяжелое психическое заболевание болезнь эту некоторые специалисты в силу ее распространенности приравнивают к эпидемии во всем мире более 350 миллионов человек страдают от депрессивного расстройства а ведь это совокупное население нескольких крупных европейских стран как распознать это заболевание это несложно вот симптомы депрессии отсутствие надежды на улучшение жизни потеря интереса к тому что ранее доставляла удовольствие упадок сил резкая потеря веса нарушение сна как уменьшение так и увеличение его продолжительности повышенная раздражительность чувство собственной бесполезности или вины без видимых причин трудности с запоминанием мысли о смерти или самоубийстве головная или мышечная боль не связанная с другим заболеванием ингибированные социальными профессиональными или межличностными отношениями слово депрессия означает лишь общее понятие заболевания но не определяет его интенсивности и характера тем не менее как каждая хворь она подлежит классификации всего медики насчитывают 10 типов депрессии первый тип большая депрессия для постановки такого диагноза достаточно 5 симптомов перечисленных выше продолжающиеся в течение двухнедельного периода включая подавленное настроение или потерю интереса удовольствие второй тип дезрегуляция настроения расстройство настроения характеризуется тяжелыми и повторяющимися вспышками темперамента неадекватными ситуациями неконтролируемую ярость может вызвать любая мелочь такая как разбитое стекло или неудачное замечание приятеля приступы происходят в среднем три или более раз в неделю в течение года третий тип стойкое депрессивное расстройство признаком этой формы депрессии считается плохое настроение большинство дней в течение не менее двух лет четвертый тип предменструальное расстройство большинству женщин знакомые перепады настроения связаны с естественными биологическими процессами но предменструальное расстройство более тяжелая форма симптомы раздражительность напряженность стресс коррегируют с менструальным циклом пятый тип депрессия индуцированная препаратами злоупотребление психоактивными веществами и некоторыми лекарствами может спровоцировать заболевания у человека склонного к депрессии шестой тип депрессивное расстройство из-за другого заболевания некоторые патологии могут сами по себе вызвать синдром например хронические боли или рак седьмой тип комбинированное депрессивное расстройство иногда симптомы противоречат классической картине например некоторые из них указывают на большую депрессию но их только три и проявляются они раз в две недели в случае когда симптомы не соответствует в полной мере критериям для четкого диагностирования нарушений следует подробнее изложить свое состояние врачу восьмой тип не определенное депрессивное расстройство если присутствуют некоторые симптомы но они не совсем подходят для любого из стандартных типов врач все равно может диагностировать депрессию психиатр в некоторых случаях может не указывать почему критерии не вполне проявляются другими словами диагноз ставится по усмотрению врача девятый тип и полярная депрессия первой степени характеризуется болезненным чередованием перепадов настроения цикл психического состояния переходит от тяжелых максимумов маний до тяжелых минимумов депрессии чаще всего периодичность этих волн колеблется в диапазоне от недели до двух пациент чаще всего нуждается в госпитализации десятый тип биполярная депрессия второй степени симптоматика сходно с предыдущим описанием с той разницей что вместо тяжелых маний наблюдаются мягкие максимумы что делать характерно что такого вопроса не возникает если сломана рука или болит зуб нет оснований считать что психическое здоровье имеет второстепенное значение не следует бороться с депрессией народными средствами чаще всего понимаемыми как распитие алкогольных напитков это только усугубит ситуацию нужно просто пойти к врачу и не запускать болезнь подписывайтесь на наш канал вау и и и и